Клево всем друзья, я сегодня на водоеме, приехал с поплывочной удочкой половить карася Вторая половина августа, и я наконец-то нашел грунт, друзья Не мог все лето найти грунт, то дожди, то жара, после дождей склякать, после жары земля как камень Все-таки я нашел Сегодня я буду ловить карася на поплывочную удочку, а закармливать прикормкой с грунтом Если вы знаете результат, напишите в комментариях, какой ему будет улов И сможем тогда сравнить, что будет на самом деле и что вы напишите А пока погнали, друзья Ребята, я нахожусь на диком степном водоеме Краснодарского края И тем будет интересней эта рыбалка Потому что водоем дикий, лето, жара, и я кормлю сегодня с грунтом С трудом набрал грунта, из 60 литрового ведра хоть как-то насеял половину этого ведра Грунт довольно влажный, Краснодар затапливает Постоянно идут дожди, которые чередуются с жарой Поэтому влагу добавлять в него не надо Он уже готовый, он очень влажный Я взял примерно 400 грамм черной прикормки Клещовой Добавил уже в нее влагу, она постояла, она уже готовая Все, теперь я высыпаю То есть на пол ведра я взял 400 грамм прикормки И перемешиваю Примерно те же пропорции, что я использую при ловле зимой по холодной воде Весной, карася осенью На этом водоеме я был ровно неделю назад Половил карася Ловил без грунта Где-то, вот тут будет ссылочка на фильм Зайдите, посмотрите Чтобы было вам сравнение Как было с грунтом и как без грунта Сразу скажу Карась летом жрет прикормку И очень часто из-за этого совершенно не реагирует Или очень плохо реагирует на насадки И поэтому я решил попробовать обеднить прикормку Чтобы она очень классно пахла Но при этом есть ему было нечего Чтобы он там крутился Как по холодной воде И больше реагировал на насадку Не знаю, что получится Я все лето хотел провести этот эксперимент Притом несколько раз Но с погодными условиями была проблема найти грунт И вот наконец-то я его все-таки надыбал Где взят Так, сейчас сюда еще порежу червя Порежу червя И немного кукурузы Червь и кукуруза Это должен быть тот фактор Который, по идее, должен удержать рыбу на точке Иначе она придет Увидеть, что ей кушать нечего Покрутится и может уйти Я не знаю, как это будет По теплой воде Есть такой вариант По холодной нет Наоборот Чем более бедный, но вкусно пахнущий стол Тем карась более по холодной воде Жадно клюет Что летом, я не знаю Вот это Я в первый раз летом провожу эксперимент с грунтом То есть может быть такое случится Что если ему кушать нечего будет Он обидится Развернется и уйдет Так, порезал Кукурузку Надо же продегустировать Вкусно и невкусно Чтобы знать Что мы предлагаем карасю Ням-ням-ням Много не буду Совершенно чуть-чуть Вкусно Позавтракал Кукурузка режется всегда очень плохо Сейчас ее буду еще пытаться давить А мне хочется, чтобы целых кусочков Как можно меньше было Она тяжелая Быстро насыщает рыбу Подойдет здоровая осыпь Возьмет, скушает и наест И скажет Да зачем мне клевать Кстати Зимой Ранней-ранней весной Некрупного карпика Бывало влетал Сазанчик карпик Именно с грунтом А летом Ловить с грунтом Карпа, я считаю, неправильно Хорош Комары кусаются И теперь это все чудо перемешиваем Готово Получилась очень бедная Вкусно пахнущая смесь С небольшим количеством вкусняшек Кормить я буду шарами Закармливать Сразу в большом объеме Оставлю немного прикормки Для подкормка Шарами Сейчас это действует очень хорошо И помогают рыбе Более активно начать клевать Если она Притих клев Все, пока прикормка доходит Собираю удочку Отбиваю глубину В точке ловли Прикормка готова Точка отбита Сейчас буду делать закорм Друзья Я сижу Вот тут вот В 5 метрах от меня Проходит дамба Маленькая труба Под дорогой С той стороны вытекает И к ней подходит Очень маленькое русло Буквально шириной В полметра С перепадом глубины Буквально в 10 сантиметров И примерно в этом русле Я сейчас и буду Отбил точку Буду ловить Все Коротенький Маленькая корытка Полметра примерно шириной В эту сторону Более плавный подъем К этому берегу Более резкий 10 сантиметров Перепарик Вот в этом месте Я буду ловить Буквально Еще полметра от него Начинается в эту сторону Трава Сюда примерно метр И начинается трава И вот в этом корыце В маленьком Буду ловить Отбил точку Сейчас буду кормить Кормить буду Вот такими шарами Вот он шарик Тяжелый Земляной Вкусно Очень пахнущий Очень И вот видно Вкрапление Кукуруза Частички маленькие Прикормки Червячки попадаются Но он получается Очень-очень бедный Погнали Первый пошел Все Оставил немного Для подкормка Маленькими шарами Сейчас рыбу напугал Конкретно Глубина здесь Чуть больше метра Поэтому Карась разбежался Поэтому есть Минимум 15 минут Даже скорее всего Больше Спокойно отдохнуть Позавтракать Попить чайку Сесть булочку Причем Начинать ловить Друзья Летом Карась Очень привередлив К насадкам Поэтому Нужно брать Максимальное количество Насадок С собой На рыбалку У меня сегодня С собой Кукуруза Опарыш Черевь И сейчас Буду замешивать Манку Манку С прикормкой То есть Взял манку И ту прикормку Которую я добавлял В грунт Для закорма Чтоб был у меня Тот же запах Сейчас перемешиваю Добавляю воды И буду замешивать Как обычную манку В итоге У меня Получится Прикормка Довольно липкая Растительная Манка Но Темная На фоне грунта Не будет сильно Выделяться Не будет отпугивать Рыбу И запахом Той прикормки Которую Которую я закормил Из водоема Набрал Полно Циклопов И давнись И сейчас Не спеша Будет нас Насыщаться водой Растворяться Манка И не спеша Буду замешивать Пока До клевого Еще время есть И поэтому Успеет Замешаться Друзья Прошел час После закорма Поймал я Одного маленького Карасика И пока тишина У соседей Тоже полная тишина Вот только сейчас Начали появляться Пузырьки В точке Закорма Видно что Только сейчас Мелкий карась Начал заходить У соседей Полная тишина Никто ничего Пока не ловит Никто ничего Не поймал Поменял я монтаж На более чувствительный Вдруг рыба Аккуратная Осторожная Боится И поэтому Решил перейти На громовый Поплывок Перед этим Ловил Перевернутым Гусиным пером Посмотрим Дальше На реакцию Рыбы Ну пока Никак Карась Сюда не подходит Ни ко мне Ни к соседям Соседи Тут Сколько Три или четыре Человека Сидят С несколькими Удочками Полный стиль Довольно Душновато Большая Влажность И Тишина Есть Тебя Первая Поклевочка Хорошая Хороший Карасик Есть Начал подходить Пузырьки Появились Такой красавчик Клюнул на одного красного опарыша Такой бронзовый Красавец Вот такой красавчик Друзья Увидел Пузырьки Пошли массово В одном месте Я туда потащил Оснастку И тут же последовала Поклевка Так Сработал Один красный опарыш Пробуем дальше Должен начать подходить Должен У соседей пока полный Ноль Никто ничего У меня вторая рыбка Один малыш выпустил И этот уже хорошенький Это я поймал Через час двадцать После закорма Час двадцать Дичь плавает Поклевочка Мимо Поклевочка Мимо Мимо О Соседи Первого карася Поймали Так Начинает оживать Потом Как и в прошлый раз Карасей ловит Из-под меня Иди сюда Небольшой Карасик Иди сюда Иди сюда Ааа Сошел Сошел Охо комары жрут Душно Ветра вообще нету Комары жрут По взрослому Ну что Где там Мои карасики Начали подходить Начали подходить Вроде бы Надеюсь Не уйдут Надолго Если честно Друзья Первый раз Ловлю Летом С грунтом Поэтому Просто не знаю Как он себя Может повести По холодной воде Там все понятно Полностью Все известно Все понятно Ничего сложного Нету Ловли с грунтом Как рыба себя ведет Известно Что это проведено Десятки рыбалок На разных водоемах А вот как По теплой воде Тут вопрос Есть По уму Конечно Надо было бы Больше червя Резаного Добавлять Но его у меня В таком количестве Просто нету Чтоб ему Был интерес Ковыряться Выбирать Поклевочка Приподнял Красиво Иди сюда Шикарный Карасик Главное Красивый Пока работает Опарыш Но я думаю Червь тоже будет работать Иманка Сейчас буду пробовать Экспериментировать Что как Расыпка начала подходить Поклевывают Все поклевки После поджиговки Когда Подыгрываю насадкой И после этого Следует поклевка Чуть-чуть Иди сюда Маленький карасик Да? Да Совсем малыш Можно отпустить его Пусть живет Подрастает Конечно Одна рыбалка Это будет не показатель Будем пробовать Она густая И сильно цепляет леску Потому что Может быть Такая ситуация Что просто Карась сойти На запах А задавшую Жрачки мало Взять и уйти Так Попелевочка Похожа Какой он там Так красиво Приподнял Небольшой Небольшой Бился Акелев 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 Почему небольшой Акелев Мало Поэтому Если она там Пришла Любая Насадка Которую Она найдет Одного Опарыша Пучок Опарыша Они должны быть Желание У вас есть Ну это По теории Как она там На самом деле Кто его знает Зависит Очень сильно От активности Рыбы Ай Карасик Как это Классно На удочку Карасия Ловить Иди сюда Иди Иди Нифига себе Ого Ого Ясно Коками Соседи Слышат Что я поймал На червя И общаются А ты червя Взял Передо мной Зеленое поле Зеленки Соплей Не соплей А цветет Одноклеточных Водрослей Течением С легким Подтянуло К трубе Передо мной Из-за этого Она еще леска Она густая Леску тянет Не очень комфортно Иди сюда Иди сюда Иди сюда Иди сюда Да Карась Сегодня Забастовки В полной Что на него Повлияло Не знаю Поэтому Нельзя Сильно Сделать выводы По работе Грунта Вроде Как рыба Есть Подходит Небольшой Даже Сказал бы Очень Маленький Таких Отпусков Как душно Друзья Вообще Очень душно Сильная Духотища Да Погода Прибила Походу Карася В Каматозе Нормального Вообще Нету Такая Маночка С прикормкой Лебеди Пачками Плавают Двое Взрослых И Пять Молодых Прикольно Такой Бутербродик Так Водрос Все Отогнала Ветерок На меня Дует Поднялся Немного Сошел Ух ты Он Зеленку Подменял Уплотняет Легче Ловить Будет Классно Червячка Одеваю Теперь Завожу Дальше Сюда Вот так Чтобы Было Открытое Жало И Подниму Червячка Вот Такое Подождем Посмотрим Что он будет Дальше Делать Вот так. 30 секунд прождал, подсёк и сошёл. То есть приподнял и просто держал, друзья. Как-то так. Ну что, друзья, закончилась сегодня рыбалка. Я бы её назвал рыбалкой противоречий. Вот вся рыбалка действительно состояла из противоречий. Честно, я сегодня рыбу толком и не понял. Бывает и такое у меня. В этом году, наверное, это вторая рыбалка. Где я с рыбой вообще ничего не понял. Ну вот сами судите. Вроде бы закормил. Закормил с грунтом, чтобы постараться понять. Но опять же, одна рыбалка, это вообще ни о чём. Нельзя понять. Рыба вроде бы зашла. Но заходила долго. Да, заходила долго. Очень долго. Но при этом клёв у меня начался почти на час раньше, чем у соседей. То есть у меня уже были поклёвки. Уже даже что-то поймал. Соседи ещё поклёвок не видели. То есть рыба вроде бы зашла на прикормку. При этом разобраться, что ей надо, особо не мог понять. Был момент, у меня был всплеск. Шли поклёвки одна за одной. Проблема с реализацией. Был момент у соседей, когда нет-нет. Несколько человек на какую-нибудь тудочку кто-нибудь да что-нибудь вытаскивает. А я сижу или нету поклёвки, или какие-то невнятные без реализации. Был момент, карась клевал на опарыша. В другой момент на червя. В третий момент на манку. На манку вроде бы клюёт. Добавляешь к манке червя или опарыша. Вроде бы клёв усиливается. Но при этом краснопёрка опять же не даёт опустить. Я экспериментировал. Я одел одного опарыша чулком. 10 забросов, 10 краснопёрок. То есть просто, при том, что поставил тяжёлый поплавок, груз 3 грамма камнем падает на эти метр двадцать. Она успевает перехватывать. И вот вся рыбалка вот такая из всяких противоречий. Вроде бы поймал два десятка карасей, но сегодня карась не особо крупный. И улов небольшой. Но тем не менее, друзья, вот два десятка карасиков, тем не менее на жарёху поймал. Удовольствие получил. С рыбой повозился, поумничал. А что ещё надо? Рыбалка? Отдых? Комары? Кайф! До новых встреч, друзья!